Политическая ситуация в Азербайджане в период развитого феодализма, XI-XII века. Сельджуки и их завоевания. Государство Атабеков Азербайджана. В годы правления Раввадида Вахсудана, начало X века, 1059 год, в истории Азербайджана и соседних ему стран происходят важные события. В начале Огузы, а затем и Сельджуки совершают нападение на Южный Кавказ из Средней Азии. Тюрки-Огузы в первый раз в 2018-2021 года, вторгшиеся в пределы Азербайджана, а оттуда в Аран, с юга Каспийского моря, в 1029 году, перейдя в новое наступление, разорили земли вплоть до Грузии. В Огузнаме Рашададдина сообщается также о нападении Огузов на Азербайджан с севера, через Дербенский проход. Вдохновленные успехами, достигнутыми в местах ослабленных феодальной междоусобицей, в том числе и в Азербайджане, Огузы еще в 1028 году подняли мятеж против Газневицкого султана Махмуда, 998-1030 года. Мятеж вскоре был подавлен, а около 2000 огузских семей, шатров, из числа его участников, спасаясь бегством, нашли прибежище у раввадидов. В Ахсудан встретил Огузов дружелюбно, дал им земли, обложив их заодно податью и обязав отбывать воинскую повинность. Оставшиеся в Хорасане Огузы, объединившись под началом Тогрулбека и Чагрибека, принадлежавших роду Сельджук, в 1038 году наконец заложили основу нового государства Огузов. Одолев в 1040 году в Дондонаканском сражении близ Мерва Газневидов и овладев Хорасаном, Сельджуки приступили к захватническим походам ради приобретения новых земель. Именно в этот период территория Азербайджана, распавшегося на отдельные феодальные государства, подвергается набегам различных захватчиков. Вскоре Сельджуки, сумев укрепиться на землях Раввадидов в Южном Азербайджане, повели отсюда наступление на расположенные на севере Азербайджана государства Шаддадидов и Шерваншахов. Стремясь предупредить нашествие Сельджуков, Шаддадиды и Шерваншахи укрепили крепостные стены Гянджи и Шамахы. Официальное подтверждение султанского титула за Тогрул-беком, последовавшее со стороны аббасидского халифа Ал-Гаима 1031-1075 года, в 1050 году как бы узаконило захватнические войны сельджукидов. В 1054 году войска, возглавляемые султаном Тогрулом, напали на Тебрис и превратили Раввадидов, не сумевших оказать им сопротивление, в вассалов сельджукского государства. В 60-е и 70-е годы XI века на территории Азербайджана совершали свои походы султан Тогрул, а вслед за ним Алп Арслан 1063-1072 год и Мелик Шах 1072-1092 год. Создавшаяся обстановка благоприятствовала феодальным расприям. С целью расширения подвластных ему территорий, шаддаддинский правитель Шавур I в 1048 году организовал поход на Тифлис, бывший под управлением джафаритских эмиров. В 1053-1064 годах войска Шавура I трижды нападали на Ширван и возвращались оттуда с богатой добычей. Укрепление господства сельджуков прервало почти вековое правление Раввадидов на долгий период с 1060 по 1107 год. Борьба сельджуков против растущей мощи гянджинских шаддаддидов привела к ликвидации в 1075 году важнейшего Арана Нахчеванского Эмирата. К власти в Гяндже в качестве правителя Азербайджана и Арана пришел сын Мелик Шаха Мухаммед Тапар, ставший впоследствии в 1105-1117 года великим сельджуковским султаном. Лишь шерванское государство благодаря гибкой политике шерваншаха Фарибурза, будучи в вассальной зависимости от сельджуков, сумело тем не менее сохранить свою государственную самостоятельность. Таким образом, в конце 70-х годов вся территория Южного Кавказа оказалась включенной в состав Великой империи сельджуков, объединявшей в себе в земли, простиравшейся от Средней Азии до Средиземного моря и от Кавказа до Персидского залива. Упадок сельджуковского государства, ослабленного борьбой за власть, начавшийся после смерти Мелик Шаха в 1092 год, привел к полному выходу Сирии, Кермана и Анатолии из подчинения центральной власти. Династические распри привели к образованию в 1118 году иракского султаната, в состав которого входил и Азербайджан. Династические распри за власть, продолжавшиеся в Иракском и других султанатах, образованных в период упада сельджукского государства, 1092-1157 года, создали предпосылки для формирования государственных образований нового типа. Правителями этих государств стали воспитатели малолетних наследных сельджукских принцев, носивших титул Атабека. Со временем, усилив свое влияние, Атабеки сумели прибрать к рукам власть своих подопечных, которые отныне превратились в номинальных правителей своих государств. Султаны сохраняли за собой лишь чисто внешние атрибуты власти. Их имена упоминались в Пятничной хутпе и чеканились на монетах. Подобные Атабекства в XII веке были созданы в Мусуле, Фарсе, Луристане, Ирбиле и других местах, в том числе и в Азербайджане. В 1136 году иракский султан Масуд передал Аран в качестве икта Атабеку своего племянника Арслан Шаха, сына Тогрула II, Шамсаддину Ильденизу. Выбрав на первых порах Барду в качестве своей резиденции, Шамсаддин привлек на свою сторону местных эмиров и постепенно подчинил себе весь Азербайджан. Получение Арслан Шаха в этом году титула иракского султана способствовало тому, что Атабек Шамсаддин стал подлинным правителем всего султаната. Начиная с этого времени, Шамсаддин, получивший титул великого Атабека, направляет всю свою деятельность на борьбу за укрепление власти, опекаемого им Арслан Шаха. Тем самым изменяется и первоначальный смысл титула Атабек, воспитатель принцев, отец Бека, который отныне становится высшим титулом правителя. Будучи сюзереном эмиров, владельцев икта и наместников, Атабек занимал по сравнению с ними более высокую ступень в феодальной иерархии. Прибавление к титулу Атабек определение Азам, Великий, указывало на его превосходство над другими Атабеками. Наиболее сильным противником основанного Шамсаддином и Эльденизом государства на западе была Грузия, цари которой до самого монгольского нашествия находились в постоянных конфликтах и трениях с азербайджанскими правителями. Совершая с 1161 года неоднократные нападения на подвластные Шамсаддину Ани, Двин, Гянджу, Нахчеван и другие местности, грузины после периода относительного затишья продолжали свои агрессивные действия и во время правления других Атабеков. Эти беспрерывные налеты, вызывавшие большие разрушения и тяжкие лишения, были приостановлены лишь в последние годы правления Атабека Абу-Бакра, женившегося на дочери грузинского царя. Однако после его смерти, 1210 год, нашествия грузинских войск возобновились с новой силой. После Шамсаддина власть перешла к его сыну Мухаммед Джахан Пахлавану, 1174-1186 года. Поручив управление Азербайджаном своему брату Гызыл Арслану, Джахан Пахлаван назначил его Атабеком своего сына Абу-Бакра. Резиденцией Гызыл Арслана стал Тебрис. Сам Джахан Пахлаван поселился в Хамадане, объявленном им столицей всего иракского султаната. Он усмирил непокорных эмиров. На наиболее важные государственные должности назначил около 70 своих личных слуг-мамлюков, выделив каждому в качестве икта какую-либо область или город. Таким образом, Джахан Пахлаван создал мамлюкскую элиту, которая впоследствии играла главенствующую роль в событиях трех десятилетий после смерти своего Атабека. Благодаря административным способностям и требовательности Джахан Пахлавана, страна за 12 лет его пребывания у власти ни разу не подвергалась внешним нашествиям. После него власть переходит к его брату Гызыл Арслану. В эти годы, проходившие в ожесточенной борьбе за власть, усилились бывшие мамлюки Джахан Пахлавана, выступившие на стороне Гызыл Арслана. В этот период, рассматриваемый в истории азербайджанского государства Атабеков как начало мамлюкского периода, мамлюки управляли своими наделами икта по своему устремлению, чеканили собственные монеты, читали в своих владениях хутбу со своим именем. В 1186 году Щерваншах Ахситан I, пользуясь неопределенностью положения Атабека Гызыл Арслана в султанате, вторгся с войсками в его владение, но потерпел поражение. Его войска, преследуемые Гызыл Арсланом, отступили в Баку, который с этого времени становится второй столицей Шерваншахов. Гызыл Арслан занимает Шамахы и остальные шерванские земли Дадербенда. Свергнув в 1191 году последнего сельджукского султана Тогрула III, Гызыл Арслан с разрешения халифа провозглашает себя султаном. После убийства Гызыл Арслана, сумевшего стать единоличным властителем иракского султаната, власть была поделена между сыновьями Джохан Пахлавана, Абу Бакром с одной стороны и Кутлук Инанджем и Амир Амираном с другой. Абу Бакр владел Азербайджаном и Араном, а Кутлук Инандж и Амир Амиран правили в Хамадане и в соседних с ним областях. Начавшаяся вскоре борьба за власть между братьями, хотя и окончилась победой Абу Бакра, но не прекращающиеся и следовавшие за ним внешние нашествия, харизм шахов, грузин и других привели к постепенному упадку государства Атабеков. Этот процесс еще более усилился при Атабеке-Узбеке в 1210-1225 гг. который пришел к власти после смерти своего брата Абу Бакра. Разгоравшиеся феодальные усобицы, внешние нашествия, ослабление центральной власти оказали негативное воздействие на хозяйственную жизнь государства Атабеков, значительно снизив его обороноспособность. Продолжение следует...